Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас я коротко расскажу вам о главных темах выпуска. В Закромах больше 5,5 миллионов тонн зерна. Как в срок доставлять новый урожай зарубежным партнерам, обсудили в Петропавловске. Лучшее средство профилактики – вакцина. Приближается сезон простуды и гриппа. Почему эпидемиологи советуют привиться до 15 ноября? Планшет вместо бумажного протокола. В Петропавловске стартовал пилотный проект и административное дело. Уборочная кампания в Северном Казахстане почти завершена. В этом году аграрии собрали 5 миллионов 616 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность – 18,2 центнера с гектара. Уборку зерновых и зернобобовых культур завершили все районы, кроме Макжана Жумабаева. Им осталось выполнить меньше 2% работ. Там, кстати, получают самый большой урожай в регионе – по 25 центнеров с гектара. На полях еще осталось около 13% масличных. Намолотили 616 тысяч тонн маслосемян. Их уборку уже завершили в районе Шалакына. А вот наибольшая урожайность в Таиншинском – 12,8 центнеров с гектара. При этом данный район в аутсайдерах по уборке овощей. Остальные ее уже завершили. И мы продолжаем. Проблему перевозки зерна железнодорожным транспортом обсудили в Петропавловске. На вопросы трейдеров ответил директор акционерного общества КТЖ «Грузовые перевозки» Сарсенбек Джапаров. Он обещал решить проблему нехватки вагонов и обеспечить контроль за их поставкой и состоянием. Ольга Файзулина расскажет подробнее. В этом году североказахстанцы собрали 5,5 миллионов тонн зерна, чтобы доставить его покупателям в регионе достаточно вагонов. Однако у некоторых продавцов возникают проблемы. Наша задача сегодня – помочь сельхозтоваропроизводителям и зерновым трейдерам в реализации отгрузки зерна. Поэтому сегодня по поручению Аким области данное совещание проводим. АО «Казахстанцы Мержулын» грузовые перевозки отвечает за своевременную подачу вагонов. Если есть проблемы, их решают. Компания открыта для диалога, но, по словам директора, не все зависит от них. Многие сейчас в России находятся вагоны, возможно, и обеспечения, и подвод этих вагонов будет соответствовать заявку, которую вы будете заявлять на отгрузку. Все вагоны за летний период были отремонтированы. Китайские потребители тоже ждут североказахстанское зерно. Однако бюрократия соседей увеличивает срок возврата вагонов в Казахстан. Там тоже немного проблемы с госорганами. Определяют качество зерна прямо в вагоне. И очень долго, до 45 суток почти, что направляются данные анализы. Поэтому есть проблемы. К руководству КТЖ у аграриев много вопросов. Почему вагоны под зерно приходят из-под сахара и даже цемента? Их возврат и ожидания новых срывают сроки поставок к зарубежным партнерам. Мы экспортируем мку в Афганистан, в Афганистан. Вагоны приходят грязные, в виде ремонта. Клиенты жалуются за это. Следующего года КТЖ «Экспресс-оператор» свои крытые вагоны «Астах-Транс» будут со входа с юга на станциях «Арыс». Там две промывки построены. Оттуда будут готовить и сразу направлять конкретно чистые промытые вагоны под погрузку муки и зерна. Отгрузка, потребность, качество. Проблемные вопросы директор компании взял на личный контроль. Аграрии говорят, готовы работать круглосуточно, лишь бы не срывать сроки поставок. Однако в праздники и выходные груженные вагоны простаивают. Все из-за того, что в эти дни в госорганах нельзя оформить разрешительные документы. По просьбе сельхозтоваропроизводителей количество вагонов и маневровых локомотивов увеличат. А их, в свою очередь, попросили строго соблюдать сроки отгрузки зерна и муки. Ольга Файзулина, Владимир Боровков. Новости МТРК. Ноль градусов на улице, плюс 10 дома. Горожане продолжают жаловаться на низкую температуру в квартирах и в социальных объектах. Напомню, отопительный сезон начался в Петропавловске 25 сентября. Подключить к отоплению весь город монополисты обещают к 9 октября. В среду после долгого ремонта запустили пятую магистраль. От нее зависит температура в домах жителей 19 и 20 микрорайонов, поселка Барки, в Третьей горбольнице, а также в 16 и 19 школах. Как сообщили в Горокимате, отопление уже подключили в 654 многоэтажках. Это почти 62%. Но тепло ли там? До сих пор замерзают воспитанники детсада «Чайка» – ученики первой гимназии и первой школы. Уроки там сокращенные. Коммунальщики объясняют это низкими параметрами в сетях и обещают в ближайшее время исправить ситуацию. Чрезвычайное происшествие в Петропавловске. Сегодня вечером из-за порыва теплотрассы на пересечении улиц Мира Крепостная произошел провал грунта. Асфальт буквально расплавился, а на этом месте провалились два автомобиля. Первый вытащили своими силами, а вот второй около часа вызволяли с помощью специальной техники. Водителя чудом удалось спасти очевидцам происшествия. Сотрудники Петропавловских теплосетей ведут аварийно-восстановительные работы. На место выехала и съемочная группа МТРК. Все подробности мы сообщим завтра утром в наших выпусках новостей. И к другим темам. Североказахстанским полицейским выдадут планшеты для составления административных протоколов. Правда, пока не все. Новые гаджеты получили только две дорожнопатрольные машины. Это пилотный проект. В течение месяца закупят минимум по экземпляру для районных отделений полиции. Всего стражам порядка нужно около 800 планшетов. Раньше данные нарушители записывали вручную. Теперь достаточно только ИИН. Введя его, на экране сразу появляется вся информация о владельце авто. Благодаря гаджету в два раза сократится время составления протоколов. Еще одно удобство. Нарушителю после оплаты штрафа не нужно отвозить квитанцию в ГАИ. Она автоматически появляется в базе госорганов. Такая система уже успешно реализована в Астане и Алматы. В планшете установлена программа комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры. В составе таким образом электронный протокол подписывается электронной цифровой подписью сотрудник органа внутренних дел и в режиме реального времени попадает в базу. При этом гражданин получает возможность практически мгновенно оплатить штраф посредством интернета или в любом банке второго уровня. Таким образом автоматическое погашение штрафов исключает возможность направления на принудительное исполнение оплаченных штрафов. 99 лет уголовному розыску. Сегодня в регионе работают почти 180 оперативников, следователей и криминалистов. С профессиональным праздником их поздравил главный полицейский области Берег Белялов. Наша съемочная группа побывала на торжестве. Они променяли покой на сбор улик, опросы свидетелей и розыск подозреваемых. Не спят ночами, чтобы раскрыть дело. Свой профессиональный праздник отмечают оперативники области. На страже правопорядка они почти 100 лет. Только в этом году разоблачили больше 4000 преступников. Зарегистрированы 18 убийств на сегодняшний день, они все раскрыты. Также тяжкие терресы, прожитие смертельным исходом, тоже на сегодняшний день все раскрыты. Разбой и нападения совершаются, они 11 зарегистров, также все раскрыты. 32 гражданин, тяжкое преступление из них, 29 на сегодняшний день раскрыты. С 99-й годовщиной сотрудников уголовного розыска поздравляет главный полицейский области. Берег Белялов отмечает, среди оперативников нет случайных людей. Именно поэтому регион держит лидирующие позиции по раскрываемости преступлений. Это показатель, это оценка деятельности наших подразделений. Это показатель для людей. Раскрыли преступление 98-го года, 90-го года, 2000-го года, я думаю, это результат работы. Человеку случилась беда, какое-то отношение его насилие, отношение его имущества и так далее. Мы находим и возвращаем для нас преступника. Следователи, оперуполномоченные и криминалисты. За отличную службу сотрудники уголовного розыска получают награды. Нагрудные знаки, медали, благодарственные письма и новые звания. Майор полиции Осет Жукенов мечтал служить в уголовном розыске с детства. Говорит, смотрел место встречи, изменить нельзя и представлял себя на месте Шарапова. Сегодня за его плечами работа в криминальной полиции, а последние два года он возглавляет управление по борьбе с организованной преступностью. Считает, для такой службы нужен аналитический склад ума и нестандартный подход. Наша служба очень такая, такой индивидуальный подход к ней нужен, знаете, нужно полностью на 100% отдаваться. Но самое главное это желание, если человек хочет работать в криминальной полиции, то я считаю, что у него все получится. Раскрытые дела Осет не считает, но их немало. Сегодня его отметили дважды. Получил медаль за 15 лет службы и благодарственное письмо от министра внутренних дел страны. Отмечу, в уголовном розыске региона служат около 180 полицейских. Большинство из них сегодня получили награды. Александра Салмина, Жилдузбек Ермуканов, Новости МТРК. С начала года 2,5 тысячи иностранцев нарушили правила пребывания в нашей стране. Эти факты выявили миграционные полицейские. Со 2 октября проводится второй этап республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2017». Уже есть результаты. Подробнее о них в сюжете пресс-службы областного департамента внутренних дел. Транзитный транспорт, рынки, стройки. Под прицелом миграционных полицейских места большого скопления иностранцев. За 2 дня операции «Нелегал» к административной ответственности привлекли 321 иностранца. Сотрудниками миграционной службы были задержаны двое граждан Узбекистана, которые в течение года дважды нарушили законодательство Республики Казахстан. И по решению специализированного суда города Петропавловске в отношении данных граждан было вынесено решение в виде выдворения сроком на 5 лет. За несоблюдение миграционного законодательства к ответственности привлекли и 27 казахстанцев. Они нарушили правила пребывания у них иностранных гостей. Штраф в размере 15 МРП грозит 46-летнему Петропавловцу. Ему устроили дом двое граждан Узбекистана. В нашей стране они находились нелегально. Казахстан для чего приехали тогда? На работу. На работу когда приехали? 5 сентября. 5 сентября. С Узбекистана? Да, сюда. Где работали? Стройники. Под особым контролем миграционной службы границы республики. Незаконной пересечью недавно попытался 33-летний гражданин Узбекистана. Приехали в Казахстан 26 августа. Для чего? На работу. Где работали? В Астане. Просто не успели этот трудовой договор сделать. С начала года в Североказахстанской области зарегистрированы около 18 тысяч иностранцев. За нарушение миграционного законодательства привлекли 2500 человек. 146 из них выдворили из страны. Жан-Сулута Стемирова при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Температура под 40, головная боль, слабость. Эти симптомы многим знакомы с детства. Грипп приходит неожиданно и сразу приколывает к постели. А опаснее всего осложнение, которое он дает. В этом году на защиту населения от коварного заболевания местные власти выделили свыше 52 миллионов тенге. Почему так важна иммунизация и можно ли заболеть после прививки? Узнаете прямо сейчас. За окном около нуля лежит снег. Сезон простуды официально открыт. Приближается и время гриппа. Чаще всего североказахстанцы болеют им под Новый год, отмечают медики. А чтобы выработать иммунитет, необходимо не меньше двух недель. Поэтому позаботиться о своем самочувствии следует уже сейчас. У каждого свой способ сохранить здоровье. А какое средство профилактики самое популярное у североказахстанцев? Я дома всегда раскладываю чеснок и на шее ношу вот этот патрульчик такой с чесночком. Вот сейчас самое время закаляться. У меня дома всего 10 градусов. Поэтому я не должна гриппом заболеть. Мед, лимон, имбирь. Вот это чай пить. Вот это будет укреплять иммунитет. Купаемся зимой, занимаемся спортом. Здоровый образ жизни. Витамины лучше всего употреблять в живом виде, в виде фруктов, овощей, в виде натуральном. Вот это надежно. Но единственный эффективный способ защиты – прививка, считают эпидемиологи. Ее советуют сделать до 15 ноября. В Казахстане популярны вакцины производства Франции, Италии и Нидерландов. В нашей области используют в основном российский Гриппол+. Он уже зарекомендовал себя в поликлинике области, как и в прошлом году, закупили 60 тысяч доз для бесплатной иммунизации. Получить ее могут не все, только группы риска. В первую очередь, это, конечно, медицинские работники. Затем дети, состоящие на диспансерном учете с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например, с рожденными пороками сердца. Дыхательная система, например, бронхиальная астма. Эндокринная система, например, сахарный диабет. Но также и пожилые лица с этими же заболеваниями. А также часто болеющие дети, ослабленные, дети закрытых учреждений. А еще будущие мамы. Прививку они могут сделать с 14 по 38 неделю беременности. Если в льготную группу вы не входите, защититься от гриппа можно платно. В этом году вакцина гораздо дешевле, говорят эпидемиологи, в пределах тысячи тенге. Зато убережет сразу от трех типов вируса – А1, А3 и Б. Кстати, в предстоящем сезоне преобладать будет первый, прогнозируют специалисты. Потому что в прошлом году люди им не болели, у них иммунитет не выработался, и иммунная прослойка среди населения не накопилась. Некоторые люди говорят, что вот мы привились, а заболели. Если вы привьетесь, это не значит, что вы вообще не заболеете гриппом. Вы можете заболеть, но вы заболеете в легкой форме и не умрете от осложнений. Вот в этом важность вакцинации. В прошлом году 49 тысяч североказахстанцев переболели ОРВИ, а вот случаев гриппа лабораторно подтвердили 312. Александра Салминак, Азбек Ирыкбаев, Владимир Боровков. Новости МТРК. Как узнать свой вес, давление и уровень сахара в крови? Для этого не обязательно идти на прием к терапевту и отстаивать часовые очереди в процедурный кабинет. Медработники первой городской поликлиники сегодня принимали пациентов в одном из торговых центров Петропавловска. Получить консультацию мог любой желающий. В их числе оказалась и моя коллега Анна Житская. Акцию «Твое здоровье в твоих руках» организовали специалисты Департамента охраны общественного здоровья. Место для этого выбрали наиболее людное. Один из крупнейших торговых домов Петропавловска. Акция направлена прежде всего на предупреждение, профилактику, а также ответственность каждого человека за собственное здоровье и здоровье своих родных и близких. Целью которой будет своевременное прохождение жителей города и районов на прохождение именно скрининговых профилактических осмотров. Такая акция удобна для всех. Любой желающий может узнать свой вес, измерить давление и проверить уровень сахара в крови. Я тоже решила сдать анализы. Мой результат 4,1 в норме. За час кровь сдали 30 человек. У троих из них показатель сахара оказался повышенным. Не у каждого дома есть гликометр. А чтобы узнать уровень глюкозы, пациентам приходится часами ждать своей очереди в поликлинике. Мы замерили наш сахар, анализ крови взяли и давление измерили. Все нормально. Очень понравилось, не нужно никуда идти, занимать очередь. Проверила давление, сказали повышенное, надо к врачу идти. Вот это я уже сделаю, а так бы я не пошла. За два месяца специалисты Департамента охраны и общественного здоровья провели 142 акции. Их организуют три раза в неделю. Сегодня медики первой городской поликлиники взяли анализы более чем у 230 человек. Анна Житская, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК. История в документах и фотографиях. 4 октября в Петропавловске стартовали Дни культуры района Макжана Жумабаева. Они проходят в рамках проекта «Рухани Женгыру». Для жителей областного центра специалисты районной сферы культуры привезли архивные и библиотечные выставки, фотоэкспозицию студии «Булаевец» и подготовили гала-концерт. Репортаж Кристины Горбаченко. Пожелтевшие и потрепанные от времени фото и документы – это экспонаты выставки в областном архиве. Они рассказывают об истории района Макжана Жумабаева. Начинается она с 1928 года. В фондах сохранился отчет о деятельности Булаевского райисполкома, в котором дается краткое описание этого периода. В территориальный состав вошли 19 сельских советов. Это 105 населенных пунктов. С численностью населения – 30 284 человека. Все они работали на благо родной земли. На сегодняшний день у нас 204 фонда, в которых находится 73 тысячи единиц хранения. Сейчас очень много у нас сдают фонды, мы организуем фонды личного происхождения. Документы хранятся, потому что многие сейчас стараются узнать свою родословную. Один из интересных документов, который напоминает о трагедии целого поколения. Выписка из протокола номер 29 – заседание президиума Булаевского райисполкома. Тогда приняли постановление об утверждении села Александровки местом, куда выселяли кулаков. А Александровский сельский совет с этого времени считать ликвидированным. Высылались туда кулаки, которые проживали на территории района. Это было около тысячи человек. И там у них были очень строгие меры, им нельзя было выезжать за пределы. Никто к ним туда не приезжал, только вот чисто они находились там обословлено. Целый раздел архивисты уделили фронтовикам. На войну призвали около 8 тысяч жумабаевцев. Больше половины домой не вернулись. Гульнара Касымова с интересом знакомится с уникальными документами. В районе она трудилась 20 лет. Зная многих людей, о которых сегодня говорилось, я тем не менее узнала много нового и интересного. Такие интересные исторические факты, события, о которых даже живя в районе, я и не знала. Материалы очень интересные. Чувствуется, что работники архива бережно и с любовью. Не просто хранят, а они и рассказывают, и с болью, и с таким интересом, увлеченно. Также архивисты показали фильм о своем районе и земляках. В это же время выставка проходила и в областной библиотеке имени Сабита Муканова. А вечером во Дворце молодежи жумабаевцы для жителей города дадут большой галоконцерт с участием коллективов художественной самодеятельности района. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков. Новости МТРК. Реклама пролетит незаметно. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходите в Центр развития речи Елены Петровой и помните, главное не упустить время. Аким области Кумар Аксакалов встретился с велогонщиком, членом клуба «Астана» Алексеем Луценко. Он поздравил спортсмена с четырехкратной победой на туре «Алматы» и отметил успешное выступление в престижной велогонке «Вуэльта». Возможно, уже в следующем году по инициативе Кумара Аксакалова в Петропавловске проведут международную велогонку. Алексей Луценко отметил, этот турнир имеет огромное значение для Северного Казахстана. Именно здесь родился олимпийский чемпион Александр Винокуров. Сейчас пять наших гонщиков выступают в велоклубе «Астана». В Петропавловске продолжают чествование чемпионов Алексея Луценко, Данияра Каленова и Михаила Литвина. Сегодня они встретились с воспитанниками спортинтерната. Подробнее в материале Алины Боржановой. В спортинтернате встречают чемпионов Алексей Луценко, Данияр Каленов и Михаил Литвин прославили не только нашу область, но и весь Казахстан на международных соревнованиях. От руководителя управления чемпионы и их тренеры получили благодарственные письма. Спортсмены тоже подготовили подарки. Они вручили воспитанникам учебного заведения тренировочные комплекты. Алексей Луценко и Данияр Каленов – выпускники спортинтерната. Спортинтернат – это, конечно, мое начало. Начало моей спортивной карьеры. Из интерната попал в сборную Казахстана. Я уже начал показывать неплохие результаты в Казахстане и за рубежом. И уже в 2013 году я попал в профессиональную команду «Астана-Абрук-Тиме». Добрый, отзывчивый, энергичный и всегда жаждущий новых побед. Так о ребятах отзываются их преподаватели. Мы встречаем нашего Лешу Луценко общительный, веселый, с чувством юмора, но очень дисциплинированный, настойчивый и энергичный. И тренер, конечно, Виктор Иванович очень в правильное русло направился в энергию. У него была такая амбиция добиться сразу результата. Он очень старался. Мы очень рады за успехи Леши. Всегда следим. Сейчас в специализированной школе-интернате для одаренных в спорте детей обучаются около 300 человек. Ежегодно они показывают отличные результаты на республиканских и на международных состязаниях. Алина Бржанова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. А наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости МТРК и всегда будьте в курсе событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова